Здорово, дурочки! Короче, сегодня у нас первый день во Вьетнаме. Значит, я буду вас вести все эти 10 дней, чтобы вы знали, если надумали сюда ехать, куда вы едете, зачем вы едете, и с какими трудностями вам придется столкнуться. Ну, самое первое, что хочу сказать, 10 часов полета, это пиздец. То есть только гашенным летать, больше никак, блядь. Ну, а Zorro Air могу сказать, что молодцы, отработали на 5 из 5, хороший самолет был, 767-й Boeing, в принципе. Для такого перелета очень нормально, покормили два раза, не параши, блядь, как на короткие дистанции, а именно нормально, короче. В общем, красавчики и, блядь, и стюардессы так ничего были. Ладно, дело не в этом, прилетели мы, все хорошо. И самое первое, блядь, мы как охуели в очереди стоять, блядь, на паспортном контроле. Там сидит, блядь, один офицер, и все это стадо принимает, блядь. А еще в чем прикол, вот мы были когда в Болгарии, такая же хуйня, блядь, куча народа, весь там европоток идет, ну там, сука, люди воспитанные. И, блядь, все идет ровно, ну как бы, людей дохуя, ну быстро все это проходит. Здесь же, блядь, стояли наши ебаные соотечественники, блядь. Блядь, хуже людей я, блядь, походу, еще не видел нас. Невоспитанные, быдло, блядь, хамство, полный пизец, особенно касается, блядь. Это люди пожилого возраста, что удивляет, блядь. И, сука, мамаши со своими, блядь, детьми, которым до пяти лет, это ебануться можно, нахуя вы тащите, блядь, этого пиздюка, нахуй, за, блядь, 7 тысяч километров от дома. Да ему по хую где находиться, в Анапе, блядь, или, блядь, в Нячанге, или в Испании, ему до пизды. А вот дискомфорт вы создаете всем, блядь. Почему, сука, 120 человек пассажиров должны, блядь, из-за вас страдать-то, блядь? Так он ушел нарет, ему что-то не нравится, а самое интересное то, что ты стоишь в очереди в этой ебучей, блядь, а эти все мамаши проходят, но у нее же ребенок. Да мне, блядь, похуй, мне глубоко насрать, блядь, кто у тебя, ребенок, блядь, цыпленок, еще кто-то, да пизды. Все говорят, у тебя вот нет детей, блядь, да у меня нет детей, блядь, и что дальше, и почему я должен из-за вас, блядь, ебнутых, блядь, страдать, нахуй. Стой, блядь, в очереди, если он, блядь, как пассажир летел, блядь, нахуй, пускай, блядь, нахуй учится в взрослой жизни, готовьте его. А не то, что мамаша, не то, что дети, это, блядь, средство манипуляции сейчас, блядь. Эти бабки ебучие, нахуй, тоже стоят, пиздят, блядь. Я там пожилая, сука, да тебе помирать завтра, какого хуя, ты поперлась, блядь, на край земли, дура, блядь, старая, нахуй. А если поперлась, так стоит это со всеми, блядь. Права накачают, не в России, блядь, вы теперь, там, в автобусе можешь покачать права, блядь, на местах, блядь, для инвалидов и пенсионеров. Вот там вы можете покачать, и здесь, блядь, блядь, суки, ебаные, блядь. Поэтому не наступайте на эти грабли, блядь, я вас очень прошу. В общем, пока что трудности были такие, нас обрадовали, что таможенный контроль на вылете будет точно лишь такие. То есть, либо, блядь, дьетнамцы работать не хотят, либо, блядь, у них так принято. Ну, в общем, поживем, увидим, а пока что ждите новых выпусков. И я вам покажу потом свой номер в отеле, покажу хавку, цены, что самое, блядь, интересует всех. И постараюсь более внятно вам, блядь, разжевать и положить в рот, чтобы вы, сука, не напоролись на хуйню на всякую. Вам ясно, суки. Все, ждите новых выпусков. Все, вырубаем нахуй.